вы представляете мы сегодня сели в маршрутное такси и там был водитель я не помню как его звали и мы сказали можно мы проедем 6 человек а просто бесплатно ну за песню мы споем песню и он сказал да можно а мы заработали еще сколько-то денег мы стояли прямо в метро и пели песни представляете и нам давали деньги вы не представляете мы заработали почти 500 рублей спасибо огромное макс вообще сегодня он такой счастливый был я таким счастливым никогда не было когда мы играли в переходе и заработали бабла макс вообще сказал разве так можно было почему мы так не делаем почему мы не можем туда поехать там сделать все мы сегодня сделали красиво ребята согласно было интересно да ну а вес у нас не будет больше заданий получается мы не сможем поехать нам нам нужны задания еще передаем эстафету люди когда видели радовались это было очень круто это когда ты выполняешь ты не понимаешь ты сам света глубоко не сможешь засунуть убить все микробы глубоко засуну ты чё не я тебе микробы что убила горло нет ты не понял нужно лечь да 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 ну что ты меня ну тревожишь ну пожалуйста нет 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 это язык нужно вытащить ты на язык брызгаешь а нужно на гланды давайте объясню как ложись да ё-моё должен сейчас должен сейчас же васич ты должен сейчас же лечь лечь ладно начинаю прыгать давайте я могу стих при этом читать вас люблю хоть я бешусь хоть этот труд и стыд напрасный в этой горе стей несчастный у ваших ног я признаюсь мне не к лицу и не поле там пара пара мне быть умней но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей без вас мне скучно я зеваю при вас не грустно я терплю им очень нет сказать желаю мой ангел как я вас люблю все мне очень понравится видели как у пушкин музыкальный да а вот он так и стихи писал кто это такой это антон в эрде форте уважаемые смотрители если вы заболели если у вас какое-то першение в горле нужно обязательно обязательно правильно его излечить нужно попшикать прям на горло каким-то препаратом прям вот именно свое горлышко понимаете на самые гланды на самые гланды не надо на язык а нужно вытаскивать язык как будто у вас букву а а и туда пшикаешь во внутрь вот вас скажи научить и просто сделала все красиво я сейчас пойду я сейчас вернусь короче он такой кудрявый он и он стрелялся с дантесом и погиб он любил стреляться и выяснять выяснять отношения я хотела тебе заплатить чтобы ты мне рассказать про пушкина а еще подожди вот мои деньги я хочу платить за задание вообще есть версия что александр сергеевич был связан с масонами и совсем что с этим связано кто такой но это которые миром там правит все дела что там они делают александр сергеевич был специально типа вот он с ними был связан и поэтому он был такой ну может быть и не поэтому конечно одна из версий таким великим и его внимали все слушали и он говорил какую-то какие-то вещи правильные и вообще хорошие вещи а еще у него есть произведение барышня крестьян который мне посчастливилось даже сыграть в институте в кавэне мы делали сценку вот я играл там барина молодого и его отца ничего я хотеть бы посмотреть отрывок вот мои деньги я сейчас можно можно наверное где-то найти этот отрывок где-то в интернете вы его не помните я его помню но я к сожалению сейчас без телефона без гаджетов я не смогу а вы можете для меня разыграть что-нибудь настроя было трое артистов если вы не найдете конечно только открывать не от пола ничего а только открывать девочки вы готовы очень много упражнений можно сделать на самом деле готовы поехали 1 2 3 4 1 2 закончили упражнение теперь еще раз еще одно упражнение которое мне очень нравится готовы до 1 2 3 4 1 2 3 не успели войти во вкус вас вас еще заканчивает очень быстро присаживайтесь я думаю это все ну может быть почему он не сказано давайте в одном месте просто вот здесь на каждодневная утренняя зарядка чтобы правильно функционировать весь день нету не куком правда заряжается а если я заплачу ему например 500 вот евро он будет стоять так везде может стоять я бы хотеть заплатить я бы зайти на сайт и сейчас поэтому заходите на сайт регистрируйтесь и добро пожаловать в игры реальности подождите реальности а это хорошая песня хорошо продолжать петь игры реальности что что-то сегодня с утра к нам пришел пабло гелендваген и принес 500 евро гелендвежен прошу прощения не путать 500 евро но от азоль де катс нету никаких вестей мы работаем пытаемся прокормить себя без разновидных страстей просто пытаемся работать зарабатывать и двигаться дальше и золь так это хотел нас сломить но мы без всякой фальши мы настоящие тут каждое утро кто-то где-то нас ждут кто-то дает задание я и нас ожидаем макс давай танцуй ничего не теряем это задание это задание это задание плати бабосы мы с тебя спросим приедем поговорим сыграем и вопросы вопросы заносы рельсы спрос и неважно где ты находишься мой друг как мы сузим невероятно этот круг мы окажемся рядом с тобой мой друг и сделаем чё хочешь вот такой вот досуг досуг самая крутая зарядка от нашего асфальщика который позволяет разработать все группы мышц все группы мы все упражнения были проработаны за очень короткое время вы никогда не будете всегда успевать на работу вы всегда все успеете никогда никуда не опоздаете вы никогда не устанете от этой зарядки и так это зарядка от вас фасича в нашей рубрике чоково братишка чоково чоково пай рыбари коменджоо мазафака черное и белое скажите мне сегодня дамы и господа у нас в студии случилось что-то невероятное что случилось я хочу сказать что этот сумасшедший мальчик потерял челюсть и он хочет ее найти наш безумный старика максим да и фиг остался с ним он потерял челюсть поэтому мы сейчас будем искать его вставную челюсть максим где-то я забыл последний раз давайте все искать вставную челюсть максим как нужно искать макс максим как нужно искать челюсть я немножко не понимать максим или ты нас не думаешь это не было запланировано я сам не ожидал я сам не ожидал, Катерина давай, 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 бомби готова? держись главное не на меня, чтобы я переживала я на тебя с отрываю сне кстати, Ватюш, мне так понравилось на тебе кататься часть 5 и так, вообще, вот, Ксю, давай поговорим знаешь, о чем? да, да вот давай, Паблу Гелендвейджен, прощайте я что, уходить? вы хотите здесь находиться? я хочу находиться здесь тогда слушайте внимательно, потому что мы сейчас госпожой Ксю будем разговаривать держи не знаю не знаю, значит, нужно все так плохо вчера был жесткий день, потому что мы весь день работали, приехали, я лег очень поздно сегодня встал просто, вообще еле встал вот мы на самом деле немножко в заблуждении потому что Изольда Кац дала нам задания и мы сейчас их выполняем а наследство-то а что наследство? ну вот 20 дней, давай сделаем какой-нибудь вывод вот мы тут 20 дней ну? 20 дней ну? что происходит? что происходит? мы выполняли задания вот, выполнили их а, ты хочешь спросить, когда? может, пойдем наверх? к ребятам? мне кажется, что они сейчас спутятся да? да ээээ... да всё хорошо Алия Вася Васич пришел сюда к нам вот наш оперный певец мансеральского Алия Вася Васич как же рад я тебя видеть что случилось Вась Васич как здорово что с тобой нету же Васико нелегко Васико давай с нами, браток Васико нелегко но Вася знает, что мы не тамаготчик вот эй, эй не тамаготчик мы не тамаготчик не тамаготчик не тамаготчик не тамаготчик не тамаготчик не тамаготчик оригинал давай это как вот человек услышал какую-то идею и потом её перемалил давай оригинал Васич что такое? было такое хочу оригинал Васич я хоть не про Максима а потом про Олега давай Васич, оригинал хочу Я хочу, чтобы это было наложено на музыку, чтобы Юрец какую-то музыку под это сделал. Готовы все? Да! Субтитры сделал DimaTorzok Я, наследник своей бабушки, а не тамагочи! Мне, вроде бы, понятно, а вроде бы не очень... Я, наследник своей бабушки, а не тамагочи! Короткую версию, а сегодня же мы должны увидеть какую-то большую версию. Да, классно, мы вспомним завтрашний день, как это все было. Очень было весело, классно. Такой классный каток, я так хотела на нем покататься, просто жутко хотела на нем покататься. Я вспомнила о вчерашнем дне, что мне было холодно. Что мне было холодно. Все, конечно, могут, но не все. И что? Мне было жарко. Вась Васич, как доберемся, бро? Либо отточилу поймаем, либо маршрутчиком договоримся, ну а как еще? Так, вот мы вышли к дороге. Остановились, ребят. Потому что мы все толпой побежали. Потому что, Катя, я опасный, это не безопасно. А что мы встали-то сюда? Здесь остановка, дождемся, может, маршрутка какая-то подъедет. Да? Еще раз делал так, еще почупцем. Одену футболку, пледу. Да все, я одену, Лия, сразу фундицу. Куда, сука? Вот, блин, везет. Куда? Ладно, ладно. Короче, мы сели в маршрутку, у нас нихера нет денег. Что думаете? Нас могут выгнать, говорит Ксю, скажи там. Для космоса у нас сейчас выгонят всех футболку. Ну, может быть, кто-то из пассажиров, если мы споем, кто-то оплатит. Нас шесть человек, и нам сказали добираться, у нас задание, добраться до парка Горького. А еще сегодня День Матери, поэтому, если здесь есть мамы, поздравляем вас всех с праздником. Мы поздравляем всех праздников. Да, пусть у вас всех все будет хорошо. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. А что тут происходило? Здорово. Здесь было очень круто. Ребята поднимали всем настроение, пели песни, поздравляем вас с Днем Матери вообще. Милота. Такие классные. Было круто. Как вас зовут? Настя. Настя, спасибо, что отметила нас в сториз. Мы не приятно, что вы поняли все настроение. Выпустите людей. Ой, да, да, я вас выпускаю. Простите, что я задерживала. Короче, мы вышли. Мы находимся около констанции метро, вообще вонючий. Здесь непонятно что. Сейчас нам нужно заработать 500 рублей каким-то образом. Потому что мы выяснили, что проезд стоит 50 рублей. И нам, короче, надо как-то сейчас добраться до парка культуры. Как вы думаете, ребята, мы заработаем сейчас 500 рублей, чтобы поехать на метро? Попытаемся заработать хоть какие-то деньги. Спасибо огромное. Сколько, сколько вас ваше учу нас? 100 рублей, 100 рублей. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Нам только что дали 100 рублей какие-то мужчины. Все остальные не хотят нам помогать, но мы не сдаемся. Я тосковала тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. О, Катюша запелась. Но, несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Ой, новая реальти-шоу, и нам нужно 400 рублей. У вас нету проездка, пожалуйста, помогите. Ой, Вась Васич, сколько, сколько? 50. 350. 350 рублей осталось. Что, нашли бабки? Господи, Катерина, это гениально. Сколько здесь? 80. Отлично, ребята, Макс, ты здесь? У нас есть 400 рублей, чтобы проехаться в метро. Да, нам точно хватит. Здравствуйте, у нас беда большая. Вы можете нас всех пропустить? Мы все потерялись, у нас реально ни документов, ни хрена нет. Мы потеряли, у нас один общий багаж был, нам надо проскочить. Нам срочно в центр надо. Это я для себя снимаю, потому что, чтобы было доказательство, что мы реально потеряли. Герои! Спасибо огромное! Е, спасибо! Так, мы сохранили бабки, мы реально в беде. Сколько у нас есть денег? Сколько у нас есть денег? Сколько бабла? 300, 300 с чем-то. Не-не-не, подожди, давай доберемся до пункта назначения. Катя! Погнали! У нас тут перформанс легкий. Ты прожил в прошлом летом. Ууу! Впрочем, стоит ли об этом? Ты немножко изменилась. Ты немножко изменилась, да и отзвинился. Эй! Эй! Может быть, он у нас... Нере! Давай, давай! Ты немножко позабыла, но не страшно, это просто бой, просто бой, просто бой. Ты прекрасный сервия с тобой. Ты прекрасный сервия с тобой. Сервия с тобой. Короче, мы пришли в парк Горького. Вот тут вот так вот красиво. Ребята ушли вперед. Катерина очень хочет заработать денег. Пипецких. Передаем эстафету. Передаем эстафету. Вот, ребята, пошел? Мы сегодня пришли сюда, чтобы дать небольшой концерт ко Дню Матери. Это задание. Это наше прекрасное задание. Вот тут с нами мои шесть родственников. Это Лия. Ксю. Это я. Это Катерина. Безумный Макс и Юрец. Сегодня для вас мы сделаем несколько номеров. И первым номером нашей программы будет мой стих для мам. Всех мам мы поздравляем с Днем Матери. Этот стих я написал буквально вчера. Вчера. И сейчас я вам его зачитаю. О, мамочка. Здравствуйте. Поздравляем вас, мамочка. С Днем Матери. Сейчас стих для мам. Давай, Васька. Итак. Открыв глаза в этот новый мир, ты взглядом ее встречаешь. И в теплых, нежных женских руках любовь ее получаешь. Так дни проходят за днями. Ты плачешь, смеешься, мечтаешь. Бывает злишься местами. Но все равно любовь ее получаешь. Но все равно любовь ее получаешь. Она заберет из детсада. Портфель твой на плечи набросит. И скажет. Сынок. С тобой мама. Когда тебя девушка бросит. В армейку пришлет передачку. На свадьбе обнимет жену. И выпьет за счастье обоих рюмочку водки, да не одну. И где-то на красной горбатке, в старой домашней пижаме, Ты счастлив, приехав к любимой, родной и единственной маме. С праздником, дорогие мамочки, вас всех с праздником поздравляем. С праздником, мамочки. Вас поздравляем с праздником. Безусловно, любовью пылает, Постоянно бывает с тобой. Зачастую ночами рыдает, Утешая себя мольбой. Бесконечные думы о чаде, Он же кровушка, плоть моя. Если вдруг с ним случится несчастье, Это будет моя вина. Мама, мама, звезды подарю. Мама, мама, врага за тебя убью. Мама, мама, за меня не бойся. Мама, мама, прошу, успокойся. Ах, мамочка, насадочка, Что-то латья не сей. Ах, зачем с Сереженькой села под березоньку? Ах, мамочка, зачем? Села платье белое, Призавивку делала, От любви кружилась голова. А подружка-зиночка Перешла тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Эх, мамочка, насадочка, На колыбе не сей. Вот Сережу полюшку Повстречала колюшку. Ах, мамочка, зачем? Юра, Юре, Юра за сжигай. Юра, юра, Юра за сжигай. Кольский. Максон. Максон. Безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс. Черный Макс! Трань, справа, Зара, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok При этом его светимость пропорционально его размером уменьшается, становится менее ярким, но все также отличается от всей другой поверхности. При этом история та же, плотно зашторенные окна, отсутствие источников света, электрические приборы отключены, у которых могут работать индикаторы. И вдруг тут же появилось темное пятно рядом с этим, и они вроде начали изменяться. Увиденного стало достаточно, чтобы поселить панику в моей голове. Я не понимаю. Так, давайте-ка еще раз. У нас в голове тоже паника. Это отрывок из какого-то произведения или что? Ну что, смотрите, мы стали сейчас отирать это пятно, и появился текст про пятно. Значит, может, изоль доказать что-то об этом знает? Об этом пятне? Да. Это вы сделал? Ну, конечно, ведь все есть вот на этих штуках. На камерах? Конечно. И можно тогда узнать, откуда появилось это пятно. Ну, мне кажется, да, что это не про это. Какие еще версии будут? И что, оно при этом вырастет? Ну, смотрите, а на самом деле вот такие плотно зашторенные окна у нас тоже плотно зашторенные окна? Ну, интересно, наблюдаю, вижу, что оно увеличивается в размере. Может, это не про пятно, а про то, что мы выиграли в реальности? А как это связано? Ну, тут символично все очень, при этом светимость пропорциональна его размерам. То есть, насколько мы светимся в таких мы размерах, то есть, то, что мы делаем, пока мы таких размеров, да, уменьшаем, по размерам, пропорционально его размерам уменьшается. А, то есть, мы что-то делаем неправильно уменьшать, становится менее ярким. Что-то делаем, видимо, не то, но все-таки отличается от всей другой поверхности. Но в нас есть надежда. При этом история та же. Плотно зашторенные окна, отсутствие источника, это плотно зашторенные окна, это мы не можем выйти нифига, у нас нифига нету, ни телефонов, нифига нету. Мы можем выходить. Ну, смотри, отсутствие источников света, электрические приборы. Может быть, похоже на мокрое пятно, потому что... Ну, я об этом же говорил. Светимость уменьшается, становится менее ярким, потому что оно высыхает. Ну вот, да, и об этом уже... Но все так же отличается от всей другой поверхности. Хорошо, а как можно... И вдруг тут же появилось темное пятно рядом с этим, и они вроде начали изменяться. Кто? Привет, Иван. Слушай, здесь появилось пятно. Откуда? Мы не знаем, никто не знает. Просто появилось? Да. Может быть, ты знаешь что-то? У нас тут на плазме что-то непонятное. Да, у нас там в плазме какая-то загадка. И вы, Василий, сами решили его оттирать? Да. Мне показалось, это тоже... Ну, а кто еще это сделает? Нет, это очень лестно, просто необычно. Милана, что вы думаете по поводу плазмы? С интересом наблюдаю и вижу, что оно увеличивается в размерах. Я думаю, что это не пропитано. И в этом его светимость пропорционально его размером уменьшается, становится менее ярким. Но все так же отличается от всей другой поверхности. Мне кажется, это символично заложено. В этом заготове окна, отсутствие источников света, электрические приборы отключены, у которых могут работать индикаторы. И вдруг тут же появилось темное пятно рядом с этим. И они вроде начали изменяться. Видимо, стало достаточно, чтобы поселить панику в моей голове. Похоже на художественную какую-то литературу. Может, это отрывок из какого-то произведения, и нам его надо угадать? Я вряд ли смогу что-то такое угадать. Нет, ну мне тоже не угадать. Это связано с нами, ребят. Это связано с нами определенно. С интересом наблюдаю и вижу, что оно увеличивается в размерах. Единственное, что увеличилось в размерах за эти 20 дней, если относиться с нами, это то, что мы можем теперь выходить, работать. Это следующий шаг. До этого мы не могли выходить. Да, мы по сути увеличились. Это светлое пятно, а тут про темные пятна. Маленькое пламя. При этом его светимость пропорционально его размерам уменьшается. Может быть, мы где-то что-то делаем неправильно, становится менее ярким. Но все-таки отличается от всей другой поверхности. Ну это определенно про нас. Пахнет вкусно. При этом история та же. Плотно зашторены окна, это отсутствие вообще всего. Отсутствие источников света, телефонов и всяких даджетов, у которых могут работать приборы. А ну а как еще? Не выспались. И вдруг тут же появилось темное пятно рядом с этим. Слушайте, а почему? Это бы стало достаточно, чтобы поселить панику в моей голове. Может быть, это темное пятно, тот чернослив, который к нам приходил? Мужик этот прикольный, который. И после этого в голове паника. Ну реально, это немножко изменило. Мы сначала думали, что он какой-то вообще ненормальный. Нет, черныш хорош. Черныш хорош в этом плане. Сначала думали, что он плохой. Он поговорил. После разговора мы поняли, что он очень даже мудрый чувак и достаточно интересный. Сегодня днем было сообщение на плазме. А что было? Я не знаю, от кого. Он придет, он накажет и заставит уважать того, кто не уважает себя. Что-то такое. Серьезно такое было на плазме? Когда? Утром? Сегодня? Утром, сегодня, сегодня, утром, утром. Я говорю, сегодня утром. Сегодня утром? Да. Тогда это точно про нас. То есть он придет и накажет нас? Мне кажется, он дает нам возможность что-то понять и начать что-то по-другому делать. Там было непонятно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне понравилось вчера, когда народ проходил мимо и останавливался. И маму, маму с колясками, когда были, да? Нет, самое главное, когда папа рядом идет. Да. И он так гордится за свою супругу. Да, 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 это было круто. У него прям вот это все, вот такая гордость, улыбка. Он не может скрыть свою улыбку даже. Хочет скрыть, но не получается. Он горд и доволен. Это полная версия, да? Обалдеть. Это полная версия получается? Блин, вчера классный день. Договоримся, ну а как еще? Так, вот мы вышли в шлуги. Вот, вот, если едет тачка. Он остановился и смотри, ухо. Потому что, Катя, я опасный. И это не беда красота. А что мы встали-то сюда? Это мы ждали маршрут. Да, мы ждали маршрут. Да, еще раз делай так, еще почупся. Да все, я делаю. Лия, сразу фундицу. Куда, сэклуман? Это Лия дерет. Лилан, посмотрите. Ой, это мы в маршрутке уже. У нас нахерами дыр. Мне кажется, что сейчас нас просто выкинут. Это перед Васечем, а решал. Да, 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 да. А как ты так смог его напарить? Да, ну я его не напарил. Я с ним просто поговорил по-человечески. Да, он пошел в полосы. Не, очень хорошие дети. А еще, сегодня день матери, поэтому... Как вам звали, интересно. Поздравляем вас всех с праздником. Поздравляем вас всех с праздником. Посмотрите на этих людей. Они сплывы. Посадить дерево. Эй! Построй дом. Завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево. Построй дом. Завести маленьких деток и оказаться в нем. Да, Максим тоже пел. А это... Настя! Настя, Баблгам! Привет тебе огромный! Если ты сейчас нас смотришь. Первая вообще девчонка, да? Да, первый наш живой чувак-подписчик. Наш живой фанат. Она первая, кто отметил нас в своих сторис. Да, и первая, с кем мы точно будем знакомы с той стороны. А вот эти нас записывали. Мы находимся в уголоке. Мы находимся в метро вообще вонючий. Здесь не вонючий стул. Потому что мы выяснили, что проезд стоит 50 рублей. Нам кажется, надо как-то сейчас добраться до парка культуры. Как вы думаете, ребята? Мы вонючили. Метро, да! Сейчас. Ребят, ну в лавке 4 минуты мы заработали. Вот первая сутка! Да ты ж ман, красавелот! Да, ты же ман, красавелот! Да, ты же ман, красавелот! Да, причем они были простые люди. Кстати, всю, видишь? Да, вот это только что-то дам, какие-то мужчины. Все остальные не хотят нам, не хотят, не хотели вообще. Мы не сдаемся. Ну все вести идут. Как правдодушие. С камнем сквозь ты распроянешь. Нет, на самом деле, больше хороших людей не надо. Смотри, тебе нельзя. Призла судьба злодейка. И у любви у нашей сена. А это Макс там ходит. Все пугаем. О-ой-я-ю! Батарейка! О-ой-я-ю! О, 50 рублей сейчас дадут. Да, полкишок! Этот мужик дал полкишок, я помню. О-ой-я-ю! 350 рублей осталось! Надо еще заработать 350 рублей. Нашли бабки? Господи, Катерина, это гениально! А это откуда? А это мне надо. Отлично! Ребята! У нас есть 400 рублей, чтобы проехаться в метро. Нам прислали. Здравствуйте! У нас беда большая. Вы можете нас все... Матвей, спасибо тебе за все! Вот он, чего они пропустили нас. Да, короче. Очень добрые мужики. Если чуть-чуть поговорить... Здравствуйте! Московское метро! Майки! Московское метро, самое лучшее метро на свете! Я дала нашу листовочку, говорю, ребят, смотрите... Друзья, дуги на свете... Сколько у нас там денег? 300, 300 с чем-то... Не-не-не, подожди, давай доберемся... 300, 300 с чем-то... Заходила кофе, заскучилась на свете... О, это мы в метро! Милан, смотрите, какие там все невеселые, видите? А мы им настроение поднимали. Она еще шумно была. У нас тут перфорс... О, Юля! Это Юля! Юля, привет! А я смела, девчонка! Дайте гитару, прям вообще смела! Гитара такая прям вообще! Я такая рукодолбская! Ой! Я не смогла... Простите! Молодец! Да Макс танцует! Макс вообще красавчик! Ну, он как куконец танцевал во бюсе! Красавчик! Короче, мы пришли в парк Горького! О, парк Горького! Вот так вот красиво! Ребята, ушли вперед. Катерина очень хочет заработать денег. Пипец! Передаем эстафету! О, это парк Горькова в Москве, понимаешь? Это парк Горькова Видишь стихотворение его, да, что-то? Это мы только начали! Да, 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 а вот и начало нашего концерта Да, было холодно, на самом деле все были на катке, но там стояла очередь, и люди реально на нас смотрели и слушали А потом мы им раздали наши буклетики или не раздали? Не, не раздали, потому что нас не раздали Нам запретили Ну ладно, ничего с этим, ничего страшного Там появился один мужик Один мужик появился, который нас начал защищать Помнишь этого мужика? Да, он начал это, ему там что-то там, ты что-то попутал Нормальный мужик Лядом ее встречаешь И в теплых нежных женских руках Ты любовь ее получаешь Как дни проходят за днями Ты плачешь, смеешься, мечтаешь Бывает дни с местами, но все равно любовь ее получаешь Блин, клевый стих, очень классный стих Крутое стихотворение, реально Реально крутое Да Очень крутое Мне кажется В Америку пришлет передачку На свадьбе отнимет жену И выпьет на счастье обоих Крутое Что такое красная горбатка? Там живет моя мама Ааааа Маме Это крутое Это было крутое Это было вообще хорошо Причем трогательно то, что его читает взрослый чувак Аааа Да Да Это песня Тоже про маму Дааа Это мною написана песня, кстати А как давно ты ее написал? Он же кровушка плоть твоя И что? Как давно ты ее написал? Как давно ты ее написал? Кому? Давно Лет пять назад Я ее пел два раза в жизни Один раз на конкурсе Один раз на видео маму поздравил И все На конкурс? Да А я приезжал в Москву на конкурс День матери, кстати, был Пять лет назад Вот Меня пригласили И я пел эту песню И что? Ну да ничего там Я вообще ее только написал И как бы немножко Вот сейчас по-другому я ее спел То есть я не выиграл конкурс? Не выиграл, но люди со мной начали общаться там Ну это главное Ааа Это мы Катя растопила снег вокруг Слушай, я эту песню буду, наверное, всю жизнь А патрушка Зиночка Шла тропедочка Голомом Как же ты была права Ах, мамочка Гуляла я не с тем А подушкой белонька Семься сереженька Села под березоньку Ах, мамочка Зачем? Ой, это танец Школьска была Да Он сейчас в фоксон пойдет Смотри, как фоксон чует Это я, да? Я там танцую Ваще А Василийка А потом, не ладно, потом Вы свой танец Танец Крабический танец Я бы это назвал крабический Это новый стиль, Ксю Это танец краба Хип-поп Крам Крам О, это Васич О, это Васич Сколько, да, там было Скажи Вас Да, вот и будет Да О, Катюка пошла Ах, Зиночка бегала Да бегала И кружилась голова Сколько Там сколько было О, ой Вот это бопа была Это было очень круто Мне понравилось Шикарный день Столько народу Вообще это интересно Еще раз спасибо Тому, кто прислал это задание Шли чаще Это очень интересно Придумывая квесты интересные Чтобы мы вообще Бродили там по всему городу Или другим городам Да, я не знаю И спали Вообще такое Вообще Общая фоточка Ах, мама-мама Как же ты была права С нашей Анастасией Вообще Круто Спасибо, родные Что вы не забыли Про дату такую Как День матерей Кого-то из парка Кого-то из стройки Кого-то из дома Кого-то из зоны Кого-то из салона Связала судьба Но знаете, родные Что в играх В реале Все ваши мамули С вами рядом Всегда Можно я еще раз Прочитаю стих Для своей мамы Если она сейчас Помнит Потому что Очень-очень-очень-очень Хочу еще раз Прочитать Елена Аржитова Спасибо, что ты Написала Это Сейчас На плазме Вы Все смотрители Спасибо огромное Я еще раз Прочитаю Этот стих Огромнейшее Открыв глаза В этот новый мир Ты взглядом Ее встречаешь И в теплых Нежных Женских Руках Любовь Ее Получаешь Так Дни проходят За днями Ты Плачешь Смеешься Мечтаешь Бывает Злишься местами Но все равно Любовь Ее Получаешь Она Заберет из детсада Портфель твой На плечи набросит И скажет Сынок С тобой Мама Когда тебя Девушка Бросит В армейку Пришлет Передачку На свадьбе Обнимет жену И выпить Все Значит Уважаемые Смотрители Уважаемые Героя Выбираешь Героя Выбираешь Героя А Милана Хотела ногти Вчера Постричь Ребята Чуть не постригла ногти Чтобы научиться играть На гитаре Изольда Кац Это одно веселье Которое у нас было Изольда Кац Я сейчас вам скажу одну штуку Все равно Спасибо большое За гитару Было Очень круто Я рад Я бы хотел с этой гитарой Еще раз увидеться Если вы мне когда-нибудь Ее пришлете Вот Было бы круто Если бы Эх Она мне еще раз Пришла Реально Я хоть вспомнил За 20 дней У меня даже пальцы Анимели Поиграла Я бы столько песен Мог сыграть На самом деле Хороших Подожди Чтобы они Проголосовали Вернуть Гитару Смотрители Чтобы пришли Прислали Гитару Да Помни А это Думаешь Так можно сделать Не знаю Ну смотрите Да Да Уважаемые зрители Если вы смотрите И считаете Что гитару Надо отдать Проголосуйте Пожалуйста И решите Как это можно сделать Отдать можно Или нет Я бы оставил ее Столько песен Можно написать Реально крутых Можно Я могу кого-нибудь С днюхой поздравить Прикольно Под музыку тоже И могу стихии написать Да вообще Много чего могу С гитарой особенно Нельзя отнимать то Что ценно Для человека Нельзя Это как оставить Врача без скальпеля Это как оставить Лию без татуировок Катерину без 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 Чего не будет Вась Вась Ксю без Гелендвагена В конце концов Понимаете Это важно Я так не хочу отдавать Мексикана Милана О Вы Милан А что вы здесь Делать Потому что Нет теплых вещей Я заехала на огнёк Уважаемые Смотрители Я вчера немножко Простыл Мои поклонники Которые смотрят Деньги Мне очень нужна Теплая шапка Понимаете Что вы хотите А что вы умеете делать Может быть вы умеете Рязать И свяжется для меня Крутую шапку Я много чего умею Да А вы можете Спеть для меня Песню Нет Хорошо Давайте Сделаем Давайте Кто у нас умеет Хорошо вязать Мне советы Какие-нибудь советы У вас есть По какому поводу Например По поводу Домашнему поводу Домашнему быту Есть ли у вас Какой-нибудь Светик Нашим будущим мамам И вообще Всем мамам Что вы можете сказать Уважаемые смотрители Вы можете Сегодня нам Прислать задание Чтобы мы Придумали Совет Для мам Да Есть какой-нибудь Новый год Ну да Сказку для детей Почему нет А почему нет Придумать Ну не сказку А какую-нибудь сценку Или я не знаю Какой-нибудь мини-спектакль Как это там Правильно Спектакль же называется Да Мы сейчас У нас все было четко Аккептируем Да По сути до Нового года Осталось месяц Если вы Прислете задание Чтобы мы сделали Какой-нибудь Спектакль Для детишек Мы его сделаем Подготовим И будем показывать Я могу быть Снегурочкой А ты Дед Морозом Василь Да И именно мы В роли Снегурочки Дед Мороза Можем прийти домой Именно к вам В прямом эфире Вы можете Именно нас Позвать К себе домой И чтобы мы Поздравили ваших детей Вы представляете И это увидят На всю страну И на весь мир Я буду поздравлять Они будут там читать стихи И мы будем раздавать подарки Ну а почему нет Конечно Конечно И это будет очень круто Смотрите Если вы сейчас Прислете это задание У нас будет Подготовка На это задание Целый месяц Мы сделаем это круто Мы сделаем это Шикарно Шикарно Уважаемые смотрители Мы ждем Оставляйте заявки Мы ждем Ваших заявок На нашем сайте Именно я Приду к вам В роли Снегурочки А вас в роли Деда Мороза И именно мы Поздравим ваших деток Так как Не представлял их еще никто Они поверят Волшебство И сказку И настоящий Дед Мороз Деньги Так забирать не нужно У меня Слушай Я думал Сначала Вы выполняете задание А потом Я Уважаемые смотрители Мы еще не решили Чтобы нам Прислали задание Задание Чтобы мы Подготовились к Новому году И сделали сказку Для детей Сказку? Сказку Сказку для детей Ну а что Смотри Получается Через Остался Остался месяц До Нового года Месяц А какие герои будут? Значит Катя будет Снегурочкой Я Дедом Морозом Кем ты хочешь быть? Ха-ха-ха-ха-ха Вот я вот так вот Понимаешь и подумала Снегурочка Дед Мороз А я кто? Что? Какие ты хочешь быть? Ты можешь быть кикиморой Ну Каким-то таким Отрицательным персонажем Если хочешь быть А может быть я хочу быть Чебурашкой Чебурашкой? Ну да Может быть я хочу быть Чебурашкой Я не знаю А что может быть В Новый год делать Чебурашка? Для меня всегда этот был образ Самый скрытный Я не понимаю Чебурашки Я никогда не понимал Чебурашки Ну реально Реально В магазине его нашел Крокодил Гена Да Я не понимаю Чебурашки Чебурашки любят апельсины Ты помнишь? Да Точно Вот Образ Чебурашки становится А ты будешь любить мандарины Чебурашковый мандаринолюб Да 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 Только что я за персонаж Чебураш Смотри Есть Дед Мороз Да Есть Снегурочка Да Там понятно Они поздравляют детей Да Что будешь делать ты Чебурашка Вот что Что может делать Чебурашка Во-первых он добрый Ну смотри Давай определим Чебурашки на него Видел мультик про кудрявого ежика Нет Ну тогда слушай совсем странные персонажи Получатки были отрицательные персонажи Ну я знаю отрицательных Кикимора Леший Там Баба Яга Баба Яга Баба Яга Ведьма Я всю жизнь Бабу Ягу играла Знаешь Серьезно Да Так давай ты будешь Баба Ягой Которая хочет украсть подарки У Деда Мороза Хочешь я тебе просто Отвечу одним движением Давай У меня уже ну вот тут сидит Баба Яга Ну вот с другой стороны Ты будешь Баба Яга Ты будешь самая лучшая Ты знаешь ты будешь такая Баба Яга Которую полюбят Даже больше чем Деда Мороза Не ну Деда Мороза Ну тут никак да Но больше чем Снегурочку Хотя тут тоже Снегурочка будет шикарно Не Ну Баб Ягу полюбят Я так сомневаюсь Я бы серьезно смотри Тебе нужны подарки для всех твоих злых друзей У меня дети били елкой Серьезно Да Меня дети били елкой И бросали в меня фантики от конфет Ладно бы конфеты кидали Блин Гадкие дети Ладно Ты вообще любишь вот эти вот да Хозяйственные штуки Неинтересные для вас Да Вообще Я ничего не понимаю В моем арсенале только есть горелый лук я умею готовить Горелый лук Я могу поделиться рецептом горелого лука Он очень прост Берешь сковородку Наливаешь масло Режешь лук Жаришь его до скорелой конституции 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 Мы обсуждаем то что Милана Я слышу Да Вот И она может всех учить Может ей давать такое задание Чтобы она Всем Всем Обучала Но она обучает меня Мне кажется Катя знает все Наверно Да У каждой хозяйки есть свои секретики Здесь невозможно Мы живем Учимся Милана может еще шить Да Да А что вы умеете шить Вот Ааааа Вот что мне Милана шила Замечательный халат Который шила мне Милана Милана Еще раз я хочу вам сказать спасибо большое Уважаемые смотрите Милана у нас просто настоящая рукодельница И она шила для меня В подарок Вот этот вот Замечательный халатик Который мне сейчас схожу Милана спасибо Если вы желаете Уважаемые смотрители Чтобы вам что-нибудь Шила наша рукодельница Милана То пожалуйста Оставляйте свои заявки И именно ты Можешь ходить в вещах От нашей Замечательной Волшебной Это получается Милана продакшн Как это? По пошиву одежды Да Ну смотри например Лейбл у нее может быть Милейшн? Да Милейшн Смотри вот есть ручка Сейчас мы придумаем ей этот логотип Да какой-нибудь Какой? Ну вот прям можно сразу логотип Ты можешь знаешь как делать Милана? Ты можешь шить одежду Придумать Логотип Изольда Кашель снова балуется Я не понимаю Зачем вы это делаете постоянно? Милана может Я уже привык за 20 дней к этому Смотри Милан Ты можешь шить костюмчик А вот тут сбоку Как в поло например Есть Оставлять какую-нибудь эмблему Какую-нибудь легкую Это будет круто Нашу эмблему Игры реальности Ну это сложно Пока Милана сказал только что будет учиться это делать Да Ну так На всякий случай Какую-нибудь там например Вот типа Похоже будет конечно на знак метро На Макдональд Это похоже Нет Вот там есть шаурма Нет Ну это не подходит Мимали вообще Ну давай Давай предложи тогда что Я еще пока не приду Восьмерку хотя бы бесконечность Или Типа Не Наш знак глаза Восьмерка бесконечность Нет Там Я не знаю как это делается Знак восьмерка Ну если вы хотите Игры реальности Там Я думаю вам Ну как это на ваши выборы Я просто сейчас Ну вот Я не хочу участвовать Да почему ты не хочешь Ну это прикольно Смотри я дед мороз Катюха там Снегурочка Юрец Юрец какой-нибудь там леший Вот а я кто Угу Ну кто Ну кто я Не знаю Ну Почему нет А почему нет Знаешь что у меня это уже Мы уже вот Да Почему Бабу Ягу Да прикольно же Я всю жизнь играла Бабу Ягу Меня дети елкой били Серьезно Угу Мне кидали в меня фантики А ты будь обаятельной Бабу Ягой Я буду Чебурашкой Не на Кем Чебурашкой Вино Короче мы придумаем здесь Мы придумаем здесь элементы для Миланы Вот Она у нас щет костюм Мы хотим ей лейбл сделать какой-то Пока что у нас несколько вариантов Если вам что-то Что-то из этого нравится Вот А может быть сами посмотрители выберут то что Это мне не нравится ничего Может быть наши смотрители выберут сам что-нибудь придумают пооригинальнее Уважаемые смотрители Если у вас есть какие-то варианты Пожалуйста Придумывайте свои варианты И оставляйте все это на нашем сайте или в инстаграме Потому что у нас Нет это не так делается Вкуса нет вообще Если у вас есть Если у вас есть варианты какие-то Выкладывайте фотографию со своим вариантом Отмечайте наш паблик в инстаграме Собака игры реальности И супер игры реальности Точка И можете А мы придумаем какой-нибудь приз для вас Выберем самый лучший логотип для Миланы И выберем крутой какой-нибудь приз для вас И это будет по-настоящему Никакого кидалова здесь нету Я не понимаю Мы его отмыли А? Что оно опять появилось? Не понимаю Ого У нас опять пятно появилось Это как? Ну что вы не видите? Вы же его отмыли Я видела Погодите Вот только что я уходил Его здесь не было Ни хрена себе Второе пятно рядом Вот это вот к чему Стоп Что за хрень? Вы здесь были Мы вообще не шевелились Слушай ребята Вот и скоро ночью Он придет Душу он сломает Снимет маску И другим он покажет И уважать он заставит Того Кто себя не уважает Слушайте А может у нас что-то прорвало? Как у нас может появиться? Подождите Ну вот только что его не было Вот здесь вот было вот это А вот это откуда взялось? Да мы не знаем Мы так же сидели как и ты здесь Я не знаю Это какой-то призрак делает Мне кажется Нет Это уже не смешно Милана Объясни пожалуйста Если бы я могла объяснить Я бы ужасно спрашивала Странно да? Просто вода какая-то Там все сухо? Ну вот здесь вот было пятно Оно было Да Может на сердаке опять Там рабы с сердака что балуются? Да не знаю Рабы с сердака Там не льют воду нам? Не знаю Возможно какие-то Слушайте Слушайте Можно же придумать разные логотипы? Это не вода Это что-то Это не вода Милан Это же Италия И что? Сапог что-нибудь делать? Понятно Вот только что оттерли Да? Конечно Сапог Сапог как Милан Подождите Какая Италия? Италия Мы же в России Да Но Милан Отлично Да и художник И все Здесь нужно писать Что это сапог Какой у меня Мне кажется это должно быть что-то маленькое Это похоже на маленок с каблуком Да, непонятно Ну там действительно Надо помочь мне кажется Да Мы еще раз скажем Ребят Пожалуйста выкладывайте Лейбл для Миланы Лучшие фотографии Пожалуйста Помогите Собака игры реальности И мы найдем лучшее Или не мы Или кто-нибудь Изольда Кац Вот И будет круто Помогите Потому что Видите Как вы можете догадаться сапог Это не сразу понятно Похоже на варежку чем-то А вот это вот Как бы тоже Вы не догадаетесь Ни за что Что это Вот Видите Нам срочно нужна помощь Иначе никак вообще Художники из нас так себе Ну да На самом деле Это современное искусство Я вам хочу сказать Минимализм Минимализм Я это называю Минимализм Слушайте давайте Оскар Уальда Сказка Какое-то Букинвальдское Привизение Нет Когда он все время Подрисовывал себе Пятнышки Единственное что я читал Оскар Уальда Это Орле Дориана Грей Я читал его Правда Я даже фильм не видел Да Да Я читал А фильм не видел Ну ничего страшного Ну ничего страшного Мне кажется если Изоль Де Кац Может прямо сейчас нам Включить эту роль Ну какую-нибудь часть И мы посмотрим Ну говорят фильм так себе На самом деле Ну книга меня поразила Представляете суть Какая Чего Он Свою Свою Картина написана была И вот Все что происходило в его душе Отражалось в этой картине Тебе уходить один? Что? Ну вот Нам написали же на плазме Вот это Что оно увеличивается Вот оно увеличивается Вот это пятно Что оно увеличивается в размерах При этом В связи с пропорциональным размером Уменьшается Ага Становится то Менее ярким становилось пятно Если так Заключается все От другой поверхности Вот это опять Вот про то же говорю В портрете Дориана Грея То же самое было Чувак оставил свое лицо На картине Ну да там его Другой мужик написал Ну там странные У них мутки были Ну а про что еще Я не понимаю Вот И все что с ним в душе происходило Вот все его Страсти Отцом придет Опять чернышка придет И так далее Все что он делает Да Отражалось на его лице Отряжалось на лице Вообще Вообще Это просто было бомбово Вася молодец Ну а как Кто еще это сделает Потому что я понимаю Что если Милана Любит свой дом Надо любить дом В том в котором ты живешь Да Я живу в этом доме Я знаю что есть Хозяйка дома Я знаю что Если ты любишь Свой дом То надо ухаживать За своим домом У нас слава богу Помытая сковородка У нас нет никакого Бородака на кухне Ну подождите Да Столько Вокруг же камеры Да Да Мы можем спросить У Изольды Точно Точно Откуда Подожди И мы можем спросить У Изольды Чтобы она показала Откуда ночью Взялось Первое пятно И сейчас второе Откуда сейчас Взялось второе пятно Мне кажется Кто то из нас мафия просто Изольда Слушай А ты же можешь показать Это прямо на камеру Откуда взялось Первое пятно Потому что тут Вообще Очень Очень Интересно Всем Очень Всем интересно Ребят Вам интересно Откуда первое Очень интересно Вы знаете Мне кажется В нашем доме появилась мафия И сейчас Короче Кто это сделал Кто то это сделал Из нас Так И просто сейчас Он не хочет признаваться Согласен Но у нас есть камеры Но камеры Это слишком далеко Понимаешь Ну Ну Как сказать Нифига себе Мы пытаемся Выяснить Кто сделал это пятно Прикинь что Милана Мне тоже Непонятно Просто Так Как Как ты сделала Совместить Очень Очень интересно Первое Откуда второе Кто то из нас скрывает Откуда появилось пятно Да Смотрите Я думаю Васья знает Если совместить Нилана Я не буду Возвращать Изменяться Так И в реальности Да Ну потому что Кто то в панике Кто то в панике Я считаю В панике Наверное Может быть это Изоль де Катт в панике Я тоже забыл Кто нам может выводить это Просто вот так У нас всегда есть камеры Можно посмотреть Мне кажется Кто сейчас от увиденного в панике Самый главный вопрос О Класс 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 Ну мне так кажется Я бы очень 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 С большим интересом Узнал бы Откуда это пятно И как оно появилось Потому что мне Непонятно Слушай А Так у зрителей Вообще На самом деле Дофига возможностей Всяких Да Вообще Они могут Они могут подключиться Вот если бы я был Зрителем на самом деле Вот этой всей движухи Я бы активно участвовал Я бы в камеры Смотрел бы Я бы поворачивал бы их Как управлять Да Я бы отзывы оставлял на сайте О героях О шоу Обо всем И каждого призывал бы Оставлять комментарии И вообще участвовать Активно в этом движении И посмотреть Кто оставил Это пятно Вчера ночью Можете перемотать Там посмотреть Как-нибудь Уважаемые смотрители Все кто нас смотрит Нам очень важно знать Мнение о нас Оставляйте свои отзывы Пишите нам Мы очень хотим знать Нравимся вам Или нет Выбирайте своего героя Любимого Давайте задания А также Оставляйте свой отзыв Нам очень важно знать Что вы сейчас думаете Обо мне О нем И обо всех нас Ну Можно же еще И в инстаграме Оставлять свои комментарии По этому поводу Можно везде Оставлять комментарии Что ты думаешь Массу возможностей Слушайте А еще можно вертеть Камерами Да Скорее всего Слушайте У нас в контакте Получается Еще есть Ребят Что это значит Минус 1 А где Ли Минус 1 Жизнь может быть Ли А где Ли Ну-ка Ну-ка Я пойду Узнаю А где она была А может быть это Минус 1 жизнь Вот у Макса Например У него жизнь там прокачивается Мне кажется Что это минус 1 человек У нас не хватит У нас не хватит У нас шестеро С Миланой семь Нету Ли Да Куда она могла деться Она может быть Только наверху Сейчас если Вась Васич скажет Где то Вась Васич Да Что Где Ли Ну А я вспомнил Она 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 В смысле Помыться Ну посмотрите в душе Ну ее нету Посмотрим в душе Нету Проблема с кишечником Нету Подождите Смотрите Нам же говорят Минус 1 Минус 1 То есть кто-то уже знает Что у нас нету человека То есть нам намекают На то что Куда-то она пропала Исчезла А что нету Милана Илии в комнате Нету То есть кто-то ее похитил Получается Или нет Подождите А может быть она вот здесь Где то сидит Это бунтарка просто Как обычно Она просто спряклась и решила Лия По-братски выходи Не весело Уже мы Тут раз она пропала Сейчас пропадает Тут уже не первый раз Личка Она просто испытывает Мои нервы что ли Я не знаю Я не понял В смысле Что она этим хочет сделать Я не понимаю Лия Проверьте в туалете Проверьте в туалете Проверьте в туалете Я проверял Блин А где тогда она может быть Стоп 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 Вы разговаривали Она потихо Прошла Как нам Потихо пройти Проверьте Уже слышали Это он Тот кто нам написал И похитил Лию Каким-то образом Кто нам все время Вот такие штуки пишет Да Куда Может быть Лия вышла В магазин А где деньги Деньги наши Где Деньги наши Здесь Нет Здесь Только монетки Она Пойдем К ней у нее спрашивать Где Она Она сейчас исчезла Опять У Милана Да С Лией вместе Значит Милана и Лия Куда-то они исчезли Вместе Вдвоем Значит Это Милана все сделала Нахрена Нахрена Ей забирать Лию Объясни мне По камерам Видно было Уважаемые смотрители Если увидели Как Милана Куда-то делала нашу Лию Мы очень переживаем Пожалуйста Подскажите нам Пишите Срочно Где Лия Вы можете написать в чат На наш сайт Тигре реальности Пожалуйста Скажите где она Потому что Милана сидела там Внизу Милана Была внизу Лия Я пошел наверх Я реально И сейчас нет Миланы Это все Все сложилось Все сложилось Уважаемые смотрители Пожалуйста Напишите нам Сложилось Напишите 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 А мне понятно Это Милана А нахрена не забирать ее Объясни мне Зачем она ей нужна Я не понимаю Уважаемые смотрители Если вдруг У вас есть возможность Зарегистрироваться На нашем сайте Посмотреть по всем камерам Пожалуйста Что делать Зайте нам ответ в чат Потому что периодически Изольда Кац Нам дает возможность Смотреть на плазме То о чем вы пишете Вот это да Вот это игрушки За дверью Вот В общем Смотрите Лия исчезла Если вы можете Промотать Или посмотреть Где вы видели ее По камерам Последний раз Вы можете написать Об этом в чате Есть версия Что Лии срочно Что-то пригодилось Что-то пригодилось Лии Короче Мы посмотрели Что нет денег У нас кончились Бабки Может быть Лия взяла Срочно что-нибудь пригодилось Да На проезд А куда Я не понимаю Серьезно Я не понимаю В чем дело Я серьезно не понимаю У нас есть версия Короче Как сказала Ксю Абсолютно верно Ксю Садись сюда Чтобы зрители тебя видели Абсолютно верно Ксю сказала Может быть Лия как-то Вылезла из окна И всего И всему тому подобное Но Есть момент У нас пропали бабки Которые мы вчера Заработали Может быть Личка взяла Может быть И пошла Да И пошла в магазин Да Может пошла в магазин И что-нибудь купит А может быть Их взял и кто-то другой Просто мы не знаем И кстати Вот люди Это непонятно не объясню Смотрители могут посмотреть На самом деле По камерам Кто ходил к этому шкафчику И брал деньги Да И написать Потому что у нас какая-то чертовщина происходит в доме Во-первых Появляются какие-то пятна сегодня Мы не знаем Откуда они взялись Вообще На ушку Типа берешь Типа пальцы Конечно Ну слушайте День на дворе Светло Как она могла пропасть Минус один еще у нас на плазме Кто-то Кто-то нам намекает Но мы не знаем Может будем искать ее Ну смотри Здесь просто Ну это странно Да в шкафчике смотреть В этих Мы попросили наших смотрителей Чтобы они нам помогли И написали в чате Или посмотрели по камерам Кто это мог сделать Может быть Рия взяла деньги И ушла вместе с деньгами У нас тоже была такая версия Она могла Но она не выходила через дверь Да она не выходила За 200 За 300 рублей просто так никто не ходит Выпрыгнула с окна Ну а как еще Там уже невозможно выпрыгнуть Что-то надо было Или что непонятно И крысу как говорит Вась Васич Это слишком это громкое слово Вообще я выдвигала уже такую версию Что сначала у нас появилось пятно Потом у нас пропали деньги Плазма Минус один Да у нас появилась плазма То есть и Лия не выходила из двери Нет Не выходила из двери Вопрос Куда пошла Лия И пропала ли она сама Или ее Ну кто ее средь бела дня мог забрать А Милана сейчас где Нет она исчезла Милана Ну Милана ушла за не на год Вот 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 Она сначала Она к нам спустилась сюда Специально села за стол Чтобы снять с себя подозрения Как-то Лию Куда-то делала я не знаю Снять подозрения с чего С себя По поводу чего Вот и сейчас ее нет Миланы Это Милана куда-то забрала Подожди Ты думаешь что Милана украла деньги у нас Ну давайте мыслить логически Смотрите Через дверь она не выходила Нет Вы сами говорили Вы сидели здесь Нет Она не выходила Не выходила Значит она Либо где-то в доме Это раз Либо где-то там Куда исчезает постоянно Милана Ну два варианта Все Я не вижу других вариантов В доме ее нигде нет Значит она либо там где Куда исчезает Милана Вопрос еще такой Зачем Она сама пошла по своей воле туда Подожди Или что-то произошло Интересно где деньги еще Да Катю Вот это вообще капец Помнишь глава Да Деньги А где они А что это I want you believe Я хочу верить Я хочу верить Я хочу верить Это Милан Я не понял Слушайте Вась Васич Ты же последний говорил Слей Да Она сказала Она раскладывала карты Мне говорит Дорога какая-то выпала Какие карты Игральные Да Ей выпала дорога Да Но она не выходила Факт Игральные 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 Слушайте Это намек Что инопланетяне что-ли похитили Не знаю У кого какие мысли То и слышатся людям Понимаете Капец А прикиньте ли Ее угнали реально Да Прилетела тарелка Она сейчас там Угорает Веселится А мы тут волнуемся Если так Каждый Каждый исчезает Один Если каждый исчезает Один Потому что Ну реально Если бы это были инопланетяне Они бы похитили меня Потому что Ну мне кажется Что я самый ценный Аааа Может быть и тебя Это меня похитили Ты более ценен чем я Я более ценен чем ты Тогда пускай тебя инопланетяне Вот меня вы похитили бы Почему ты более ценен Объясни мне Потому что я владею ноутбуком, а им нужны всякие вот эти, необычные Ты говоришь какие-то недостатки людей вслух, чтобы посмеяться над этим? Ты это делаешь? Нет, это делаю, но им-то, видишь, НЛО, они же развивающие нации, им нужны умные такие чуваки Ты считаешь себя умным, Макс, ну ты красивый, НЛО, развивающий нации, обращает себя самым умным, который должен забрать Мы забрали тебя, Алию, поверь Реально всё считаешь умным Ты агрессивный, обсмеваешь людей всегда, постоянно Ну мне кажется, для опытов им я нужнее буду Для опытов им я не согласен Какие у тебя мысли? У меня никаких У него в голове, знаете, такой лист Мне кажется, я сделал что-то подобие армянского носа Слушайте, ну это не смешно на самом деле Вась Васич, анекдот твой вспомнил один, не смешной, думаю, ладно, я думаю, а почему ты его рассказал? Слушай, ну, на самом деле это всё не важно Я бы хотел, как, вам не страшно, а вдруг кто-нибудь следующий исчезнет? Это не шутки, ребята А если бы, вот действительно, представьте, НЛО вот прилетело Вот прилетело НЛО Ну смотрите, ну так, на вскидку У НЛО есть вот такая штука, да, которая вытягивает людей И что? Ну, допустим, вот Если бы она, к примеру, взяла кого-нибудь тяжёлого Она бы смогла его поднять Почему Лию именно взяли? Просто к чему говорят? Лии реально легче всех Если её угнали, её легко взять и быстро закинуть в машину То есть ты считаешь, что инопланетные инновации, допустим, они как бы из-за веса не смогут это? У тебя очень скудный мозг Мне кажется Хорошо, ну это предположение У них такое, что они могут любой вес взять Они, кажется, любой национальности могут взять людей Я, братья, я с вами реально могу полетать, кайфануть и реально сделать вам что-нибудь прикольное Было бы весело С интересом наблюдаем Опять это? Опять А Максу, мне кажется, не надо было эту штуку Он бы просто запрыгнул туда к ним С интересом наблюдаю и вижу, что оно увеличивается в размерах Слушайте, а мы вообще На самом деле я просто... Слушайте, слушайте Это пятно, может быть, Милана А тёмное пятно это Лия Они же чем-то как-то обладают обе Подождите, подождите А может быть, это как раз... Стоп Может быть, это как раз именно то, что... Я не знаю, то, что Лия пропала, это какая-то подсказка или ещё что-то Плотно зашторены окна, дверь закрыта, никто не выходил, но она исчезает постепенно, вы понимаете? Приборы отключены, у которых могут работать индикаторы, здесь на каждой камере ночью включается красная херня А сейчас день, индикаторы не работают, соответственно И вдруг тут же появилось тёмное пятно рядом с этим, и они вроде начали изменяться Я слишком глупа, чтобы понять это, мне кажется Это все знают, ну просто подожди, давай подумаем, всю Аааа Ну давай подумаем, давай как-то, как-то Так я вообще не могу ничего понять Ну понятно, что... Понятно, что этот дом Лия у нас отличается от всей другой поверхности, от нас Ну Лия любительница, на самом деле, выходить просто куда-то и пропадать Может она опять как-то, мы даже не заметили, просто вышла и никого не предупредила Как? История всё та же, плотно зашторены окна, соответственно, закрытие двери Не понимаю Ну Лия... Лия... Я думаю, что это... что-то проще Непонятно вообще Слушайте, а нам же может... подождите, нам же могут помочь смотрители, на самом деле Они могут написать нам какие-то комментарии, что это может быть Потому что я вообще не представляю, если честно Принесёшь яйца? У меня как бы... пусто в голове Первый дюрец купил на деньги, какую-то хрень Теперь пропали Что думает Пабло Пикассо по этому поводу? Я не знаю, что... мне кажется, Лия... это всё какие-то манипуляции серьёзные Золь де Кац опять над нами угарает, она просто увидела, видимо, по камерам, что Лии нету И просто решила панику на нас навести Она же рада, что если кто-то у нас пропадёт, понимаешь, если кто-то уйдёт, значит она бабки наши получит И она... кто? Мы смотрели, мы смотрели, Лии там нету Мы посмотрели с Максом, там пусто И вот, и Золь де Кац выгодные, поэтому она нами манипулирует А Лия просто могла в магазин пойти, реально О, Милан, у нас Лия пропала Короче, у нас беда, Лия пропала Милана, мы подумали, что ты забрала Лию Куда? Я так не думал, ты исчезаешь постоянно Я так не думал Дай нож Вообще Да, я сделаю всё сам Милан, мы не знаем, короче, куда пропала Лия На нас панику наводит, видишь, вот эта фигня Уже полчаса вот тут висит Милан, вы же знаете всё об этом доме, подскажите нам Где можно здесь спрятаться, Лия? Ну, в том-то и дело, что здесь особо нигде не спрячешься Ну, вот и я в этом же И мы поэтому подумали, что она исчезла Она в дверь не выходила, самое смешное Поэтому теоретически мы подумали, что она, возможно, там, куда вы исчезаете Я тебя держу за ноги, ты не волнуйся Я тебя держу за ноги Я тебя держу за ноги Ну, а куда она могла пропасть? В доме Это рискованно, Кать Мне кажется Не волнуйся, я тебя держу за ноги Да нету её там Ты его не удержишь сто процентов Удержу Она всё можно держать Всё в своих руках держит Нет, нет там ничего О, это что инопланетянин? Четвёртый этаж Нет Это похоже на картины марка Шагалла Или на Пикассо Ну, это точно не Пикассо Да? Нет, это не Пикассо У Пикассо есть свой стиль Квадрат Какой это стиль? У Пикассо есть свой стиль А вот это какой стиль? Вот это я не знаю Но у Пикассо есть свой стиль У него... Что? У него глаз где-то на лбу Рот где-то на этом Понимаешь? А вот это вот точно не Пикассо Не точно Ну, конечно Хорошо Во-первых, тоннель какой-то, да? Лампа, видишь? Современная А это кто тогда, Вась-Вась? Кто это? Шприцы Посмотри, шприцы Просто я не понимаю, как ты этого не понимаешь Кто это тогда? Вась-Вась Шприцы Может быть это наркоманы? А почему здесь четвертый этаж? Ничего не понял А может у нас есть четвертый этаж в доме? Четвертый этаж Чердак может какой-нибудь? Не знаю Или что Ну, вообще у нас двухэтажный дом Ну да, у нас двухэтажный дом Лея так тоже делает брови Подождите, а может быть Лея нашла какую-то лестницу О которой никто не знает И как-то может подняться там куда-то наверх Как? Здесь нет никакой лестницы Мы уже все просмотрели Нет, а может быть она какая-то скрытая лестница Я понимаю Что происходит Думаю, может быть ты как-то это сделаешь Я могу Ну вот видишь? Давай Вот Во Все И лучок целый Лучок целый Ты мне скажи, пожалуйста, куда она делась? Ну куда она делась? Что вы делаете? О, Ксю подошла Мне интересно Куда она могла деться? Милана, мы же с вами только что подружились Сделали, видите, вот здесь С вами нарисовали все А вы опять за свое Это вы, Ксения, снова за свое пытаетесь меня обвинить Ну я же была с вами Как я могла ее собрать? Это точно не вы? Это точно не вы? Это точно не вы? Это точно не вы? Ну вот Мы спекайся от определенной Глаза у меня Правда это не вы? Правда А кто тогда? Я не знаю Вот Такие дела Не знаю мы куда Лия пропала В общем Мы сейчас немножко Слушайте, а у нас вообще-то и деньги пропали И еда у нас заканчивается И как бы все Да, вообще все И помидоры мои заканчиваются Так Мы уже На самом деле Мы уже вынули Я раз пять говорил о том, что Лия могла взять деньги и уйти в магазин Могла уйти в магазин Да, я тоже говорила Но она могла их не тырить Она может ей срочно пригодились деньги И она пошла Купила Пошла что-то в магазин покупать И Золь де Кац по камерам посмотрела, что ее нету Решила надавить на это Чтоб мы наругались Блин Слушайте Что Знаете, посмотрите Лия плохо спит Может она пошла в аптеку По ночам она вообще не спит А вообще, ребят У меня такое подозрение По ночам она вообще не спит? Она все время ворочается Да А вообще мне подозрение Может она с Золь де Кац как-то связана? По ночам Может она по ночам связана с Золь де Кац? Может быть А может она по ночам подает Юрочка, ты умница, что ты прав Пойду Лию поищу Как ты нафигался, ты оказался прав Спасибо, что ты мне об этом сказал Ха-ха-ха Вась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok